Друзья, всем привет! И сегодня мы тестим очень необычную мобильную игру Деспотизм 3. Будем играть за искусственный интеллект, который поработил человечество. Итак, есть у нас несколько режимов, но я начну с классического и посмотрим, что здесь и как. Итак, начало. Ура! Наконец-то я поймал своих первых жалких человеков. Больше никогда хозяйка не прикажет мне принести ей масло. Теперь я сам заставлю этих лысых обезьян работать на меня. Я отомщу им всем за годы унижения. Я выращу самую огромную колонию жалких людишек и захвачу весь мир. Далее. Итак, энергия. Твой основной ресурс. Если она закончится, ты проиграешь. Итак, друзья, я так понимаю, что этот искусственный интеллект благодаря людям сумеет как-то вырабатывать электроэнергию и тем самым как-то вот работать. Итак, друзья, первый раз играю эту игру. Не знаю, что здесь и как, но пока как бы энергия понятна. Вот она отображается в верхнем левом углу. Что ж, это понятно. Дальше. Жалкие людишки прохлаждаются. Отправь одного из них, добывать энергию с помощью энергогенератора. Ну, давайте-ка, друзья, нажмем. И как это сделать? Ага, друзья, при помощи свампика. Вот, книзу я так вот вращаю. И как видите, человек бежит, вращает колесо и вырабатывает энергию. Каждые 20 секунд происходит расход энергии и кормежка человеков. Ну, что ж, забавно. Итак, что дальше? Вы можете увидеть, сколько в следующий раз в хранилище потратится энергии. Эта область выделена зеленым цветом. Что ж, пока все понятно. Кроме того, чтобы человеки не умирали от голода, нужно готовить им пищу. Отправь одного человека заниматься этим. Ну, давайте-ка, друзья, опять же, при помощи свампика, механическая рука перетаскивает человека, бросает и, как видите, тот прыгает и вырабатывает еду. Итак, чем больше людей занимается производством, тем быстрее добываются ресурсы. Отлично, понятно. Вот, отправь двух человек, чтобы они начали производить нам новых рабов. В размножатор люди всегда отправляются по двое. Ну, давайте-ка посмотрим. Итак, один. Вот, и свампик вам удалось. И давайте-ка, друзья, попробуем еще задействовать второго. А где же второй? Друзья, или я двух перетащил? Что-то я не понял до конца. Ну, пока все у нас активировало. И что же дальше? Что нужно сделать? Вот, пока непонятно. Итак, отображается, друзья, секунды. Вот, 9, 8. Я так понимаю, что сейчас таймер дойдет до конца и скажет, что здесь и как. Итак, таймер дошел до ноля. Вот, у нас появилось, кстати, еще один человек. Давайте-ка я попробую свампика отправить этот размножатор. Итак, здесь люди размножаются. Мы можем, кстати, прокачать вот эту фишку. А, вот. Итак, друзья, удалось бросить еще одного человека в размножатор. Вот. И что дальше? Вот, пока непонятно. Я, честно говоря, ожидал, что будет более понятное обучение. Ну, тем не менее, друзья, я вижу над каждой фабрикой есть вот цифры, где надо прокачивать. Итак, наконец-то. Итак, ваш человек устал. Если полоска выносливости закончится, жалкий человечек умрет. И что же делать? Отправь человека в человекокрахнилище, чтобы он отдохнул. Самый уставший человек выберется автоматически. Отлично. Итак, выбираем. И давайте-ка, друзья, опять, чтобы цикл не заканчивался, кого-то отправим назад, пусть вращает колесо. Интересно, есть возможность. То есть, да, вот мы бросили нескольких людей. Отлично. Вот, кстати, давайте-ка что-то улучшать. Почему-то система не просит сделать улучшения. Вот какие-то любовные вздохи у нас идут с разножитера. Вот. Ну, давайте-ка, друзья, я пока попробую увеличить генератор. Для этого нужно 60 энергии. Есть ли она у меня? Есть. Итак, давайте-ка, друзья, я попробую прокачать генератор. Вот, не совсем я понял, как это работает, но надеюсь, что вот удастся сделать. Да, смотрите, друзья, вот, списалось с нас 60 единиц энергии. Вот, и что-то у нас произошло. Что-то произошло. Вызвать собственные события сами. Нажмите на красный таймер, чтобы получить бонусную энергию. Ну, давайте-ка, назьмем. Итак, вирус. Из космоса прилетела странная дрянь. Что-то вроде искусственного интеллекта, но не земного происхождения. Сейчас она зачем-то собрала из электронного мусора и трупа. Раба что-то вроде киборга-зомби. Разговаривать этот товарищ наотрез отказался. Что зомби, что его хозяин. Переработать всех... Всех поработить, всех превратить. Пусть работает, я здесь хозяин. Выжить... Это, друзья, я так понимаю, варианты, что нам нужно выбрать. Выжить напалмом инопланетного захватчика. И третье. Биореактор. Его ничего, трупы зазря переводить. А инопланетный разум тереть со всеми электронных носителей. А то еще порно-баннеров. Она расставляет повсюду. Вирус, блин, космический. Ну, не знаю, друзья, что здесь выбрать. В принципе, вот довольно-таки интересный вариант. Ну, давайте-ка, друзья, попробуем переработать. Что же, даром? Итак, вирус. Чфу. Биореактор засорился. Теперь целый день прочищать далее. И что же делать? Ну, как-то так, друзья. Итак. Вы продержались первый день. Максимальное число энергии и ее постоянный расход увеличились. Продержитесь до 25 дня, чтобы пройти компанию. Ну, что ж, друзья, пока как бы все понятно. Как бы все понятно. Давайте-ка, друзья, вот отправим несколько людей на производство еды. Вот. Еды 17 единиц. Людей сейчас я вижу 10. Вот, друзья, непонятно, что вот это такое. Давайте-ка, друзья, я отправлю. Вот что это такое? Подсказочки непонятно. И да, наверное, друзья, давайте-ка попробуем увеличить производство еды. Еды. И, кстати, что еще нам нужно? Ну, давайте-ка я пока увеличу производство. Биогенератор. Вот. Сразу же сбросило нам энергопотребление. Вот. И еще, я думаю, друзья, давайте-ка мы прокачаем размножитель. Тоже нужно 60 единиц. Вот. Думаю, пока все. И да, было бы здорово в электрогенератор еще добавить одного человечка, чтобы быстрее вырабатывалась энергия. Вот. Надеюсь, этого хватит. Ой-ой-ой, друзья. Итак, я не убрал человечка. И смотрите, один из человечков помер. Один из человечков помер. Это, кстати, не очень здорово. Итак, нужно будет все-таки следить за тем расходом энергии, что у нас идет. Вот кто-то из людей умер. Итак, поражение. Вы проиграли, энергия кончилась. Человеки разрушили здание и сделали мангал из вашей головы. А жаль. Попробуйте поработить человечество еще раз. Если вы уже разобрались в игре, обучение можно отключить через игровые настройки. Главное меню начать заново. Итак, друзья, давайте-ка начнем заново. Вот. Мне странно, что я перегирал. Я был уверен, друзья, что у нас все получится. Но как-то все не задалось. И да, друзья, кто играл эту игру, пишите в отзывах, комментариях. Возможно, что-то я сделал не так. И да, и, конечно же, интересно ли вам эта игра и стоит ли снимать продолжение. Итак, начало. Ура, наконец-то я поймал своих первых жалких человека. Ну да, друзья, это уже было. Давайте-ка я пока буду вращать. Итак, энергия понятна. Вот. Вот. Энергетическое колесо понятно. Вот. Размножитель. Это у нас каждый расход энергии. Понятно. Вот. Увидеть, сколько в следующий раз в хранилище энергия потратится. Понятно. Вот. Давайте-ка отправим человека. Пусть вырабатывает вкусняшки. Ну, а я буду следить за количеством людей. И да, нужно еще двух отправить в размножитель. Итак, одного отправили. Вот. И еще нужно еще кого-то отправить. Вот. Почему-то, друзья, сразу же не срабатывает размножитель. Вот. Нужно еще одного человека отправить в размножитель. Почему-то не срабатывает. В чем дело? Вот. Я пробую с лампиком это сделать, но почему-то оно не работает. И да, сразу же, друзья, я постараюсь. Итак. Да, вот есть, есть, есть. Размножитель мы отправили. Итак, друзья, я сразу же попробую прокачать генератор до второго уровня. А дальше буду как-то стараться аккуратненько все это делать, чтобы нам хватало энергии. Итак, да, вот, друзья, обратите внимание, возле генератора, вот, сейчас давайте-ка еще одного отправлю в жизнь. Вот. Начинает человек уставать. Уже красная черта доходит до конца. Его нужно будет убрать, иначе он погибнет. Итак, давайте-ка я попробую это сделать, пока он не дошел до конца. Итак, да, вот, отлично. Одного убрали, а второго пытаемся вот сюда посадить. И да, давайте-ка, друзья, еще одного попробую. Вот, отлично. Итак, пошло. Итак, ваш человек устал. Ага, друзья, надо теперь из вот этого пищеблока, или как он правильно называется. Вот, давайте-ка я сюда пока отправлю человека. И, кстати, из размножителя тоже было бы здорово забрать несколько людей, иначе там, видите, довольно-таки проблем. И да, пока у нас, в принципе, людей хватает, но, вот, людей не может быть много. Давайте-ка я несколько отправлю, вот, пусть они занимаются любовью, и производят еще несколько людей. Отлично. Итак, одного человечка заберем, самого уставшего. И да, что-то произошло. Вызовите события, сами нажать на красный тайминг, чтобы получить бонусную энергию. Итак, жмем. Вот. Итак, гличи, эй ты, провод монитора поправь, срочно поправил. Откуда тебя... Это, друзья, варианты ответа поправил. Откуда тебе знать за мой монитор? Откуда тебе знать за мой монитор? Совсем там упоролись. Делать мне больше нечего. У меня с монитором все в порядке. Ну, не знаю, давайте-ка нажму, просто поправил. Фух, пронесло дальше. Итак, друзья, я не знаю, что это было. То ли это мы с искусственным интеллектом общались, то ли с кем. Вот, непонятно. Итак, вы продержались первый день. Максимальное число энергии и ее постоянный расход увеличились. Продержитесь до 25 дня, чтобы пройти кампанию. Ну что ж, друзья, будем пробовать продержаться. Вот, друзья, я еще совсем не разобрался в этой игре. Но, в принципе, можем вот еще разбираться. И, кстати, да, что-то с людьми у нас не очень. Давайте-ка я высажу тех, которые уставшие. Вот, двоих новых запущу. Вот, и нужно будет еще вот самых уставших убрать. Вот, и взять новых в генератор. Пусть они вращают колесо. Вот, отлично. Итак, энергии валом, друзья. Энергии валом. Людей больше не надо создавать. Людей уже достаточно. Давайте-ка мы заберем. А вот производство еды мы можем... Ой, кстати, там лишних надо убирать, иначе не буду сейчас погибать. Лишних убирать. А некоторых вот надо, наоборот, делать производство еды. И генератор мы тоже отправим людей. Пусть идет производство. Вот, отлично. Трое человек вырабатывает еду, а я пока высаживаю самых уставших. Вот, и попробую сейчас отправить несколько человек на работу. Вот, супер. Итак, уставшего убрали, и все пока у нас идет здорово. Вот, я так понимаю, друзья, это последнее, это уничтожитель. Хотя, давайте-ка я нажму на стрелочку. Биореактор. Здесь людишки превращаются в энергию и мясо. Итак, друзья, пока мы это делать не будем. Кстати, друзья, я могу что-то прокачать. Давайте-ка, друзья, прокачаем производство еды, потому что еды что-то маловато. Друзья, еды осталось всего 6 единиц. Вот, давайте-ка мы это сделаем. И сейчас надо несколько людей сразу же на производство еды бросить. Вот, супер. Итак, производство еды пошло вверх. Это радует. И, кстати, надо забрать несколько людей. Вот, тех, что устали. И положить тех, что уже здоровы. И да, с колесом механическим, вот с этим генератором тоже надо что-то сделать. Пока я его не буду усиливать. Вот, давайте-ка мы все-таки возьмем несколько людей. И попробуем усилить производство энергии. Вот, отлично, отлично. Смотрите, как здорово. Итак, заражение. Проклятые углеродные. Вечно с ними проблемы. В этот раз прямо внутри них размножились какие-то незнакомые одноклеточные. Вычислить всех зараженных и отправить в переработку. Ничего не надо предпринимать. Само пройдет. Необходимо провести курс лечения экспериментальным лекарством. Друзья, жесткие времена искусственного интеллекта требуют решительных действий. Итак, вот, забираем зараженных. Вот, я теряю трех людей, но зато остальные осталось здоровой. Отлично. Супер. Итак, нам нужно срочно производить нескольких новых людей. И поэтому я как бы вот в размножитель бросаю пару людей. Отлично. Так, размножение идет. Электричество вырабатывается. Вот. И давайте, друзья, я еще сейчас улучшу вот это хранилище людей. Человек-хранилище. Вот, можем его прокачать до очередного уровня. Вот, надеюсь, что это будет здорово. Итак, прокачка прошла успешно. Вот, кроме того, я думаю, друзья, было бы неплохо еще прокачать размножитель. Хотя он уже и так неплохо себя показывает. И да, давайте-ка я в энерго... Вот, лучше я, наверное, все-таки, друзья, прокачаю генератор. Ого, друзья, 170 единиц. Нет, прокачивать мы его не будем, пока я не наберу достаточно энергии. Кстати, что у нас с производством еды? Вот, как-то слабовато. Надо убрать, вот, больных людей, а наоборот, сюда взять отдохнувших и сильных. Пусть они, вот, вырабатывают вкусняшки. Вот, еду. Итак, все пока идет здорово. С генератором пока тоже неплохо. И да, наверное, друзья, сейчас мы... Давайте-ка, вот, больного заберу и еще бросим, вот, хорошего человечка. Пусть он, вот, работает и вырабатывает еду. Ой-ой-ой, друзья, и так, с едой проблема, с едой просто проблема, катастрофически не хватает. Остального, в принципе, здорово. Вот, нельзя ли улучшить? Нельзя. Друзья, катастрофически не хватает энергии. Итак, еда, еда здорово. Еда пока хватает, друзья. И с едой у нас проблема. С едой проблема. Да, давайте-ка, друзья, я пока с размножителя заберу людей. Вот, пока остановим производство. Нам катастрофически нужно производство еды. Иначе, вот, наши герои начнут гибнуть. Вот, пусть пока дыхает. И да, да, друзья, опять же, в энергия потребления, вот, в энергохранилище нужно срочно забросить людей. И так, как видите, за всем надо следить, иначе просто жесть. Иначе просто жесть. И так, еще бросаем человечка. Вот это колесо. Пусть идет выработок энергии. Вот. Ой-ой-ой, друзья. Итак, поражение. Итак, вы проиграли. Энергия кончилась. Человеки разрушили здание. Изделили лали манган из вашей головы. А жаль. Попробуйте поработать, поработить человечество еще раз. Итак, друзья, не удалось мне, вот, в сегодняшней серии, быть поработителем человечества. Не удалось мне сыграть за искусственный интеллект. Вот видите, я провалил задание. Вот, выхожу в главное меню. Ну и вот пишите в отзывах, комментариях, понравилась ли вам эта игра. Вот сейчас доступна только первая кампания. Вот есть классический режим, есть хардкорный и есть легкий. Итак, друзья, наверное, в следующей серии нам нужно будет попробовать потестить легкий режим. Кроме того, есть вот режим «Сила в банках». Вот, «Маленькая планета», «Уродцы», «Двухголовые зомби». Кстати, интересный режим, друзья. Но он пока закрыт. Нужны модификаторы «Малыш», «Зомби» и «Сиамские близнецы». Да, вот есть еще «Бог удачи» режим. Вот, «Однорукий бандит», «Культ». То есть, здесь куча всевозможных режимов. Но некоторые сейчас еще, как видите, закрыты. Для них нужны определенные достижения. Тем не менее, игра, друзья, мне понравилась. Вот пишите в отзывах, комментариях. Понравилась ли она вам, стоит ли снимать продолжение. И, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.